хочу рассказать про свою жизнь спортивную она у меня обширная всю жизнь занимаюсь спортом вот прям от начала до конца может кому-то интересно будет почему нет мне всегда вот интересные причинно-следственные связи из-за чего я начал спортом заниматься то ли это генетика типа папа спортсмену спортсмену занимался спортом то ли например кто-то меня там обижал и я вдруг решил надо сильным стать его чтобы там отпор давать вот всегда интересны эти моменты мне были ответа нет конкретного чтобы знаете вот раз и все пришел к к такому-то знаменателю и все и все понятно но в общем я помню что я маленький когда был мне бабушка читала книжку а там были какие-то подвиги илья муромца его там как он раздавал а он раздавал всем и очень хорошо качественно и я тогда еще понял что о сильным быть прикольно илья муромец для меня был это такой вообще просто вот ну и там еще помню был такой журнал веселые картинки в 80-х годах и там были подвиги геракла и тоже как вы знаете он всем давал люлей и достаточно успешно также я просто пытаюсь анализировать вот в эти аналы истории свои зашел и посмотрел что там у меня лежит в аналах и в них лежат два таких персонажа мощных геракл и илья муромец которые обладали сверх силой еще с мелких лет с каких-то там начальных школьных классов я пошел помню что-то папа меня на самбо отдал какая-то херня мне сразу она не понравилась вот ничего там мне не нравится бегать по матам противно они мягкие валяться крутится вот кого-то там берешь вот за это вот там как это куртка называется или кимоно не за вот берешь и что-то друг друга тягаешь какая-то фигня ерунда нет четкости вот в борьбе вот другое дело бокс да ты прям вот удар или не удар от вот как-то вот эта борьба конечно как мы сейчас знаем как мы смотрим вот эти вот все бои смешанные и борец хороший такого же хорошего боксера он значит победит ну у боксера только есть один шанс если он борца нокаутирует а у борца шансов полно можно и болевой прием и бросок и чё там только нету занимался там борьбой что-то какие-то там не знаю может год там или там что-то около этого это еще вот в детстве и не зашло потом как обычно школа всякие баскетболы ходил я играл даже пытался на академическую греблю пойти это уже где-то мне было лет наверное 13 12 пришли бы на академичку и как вы знаете академическая гребли такие длинные длиннющие байдарки где там сидят бывает там по моему человек 8 бывает если она распашная то есть там каждый по одному веслу держит и все я думаю сейчас мы сядем вот этим байдарки огромные и понесемся на бешеной скорости по волге туда-сюда она нам выдали шлюпки и до обычные вот просто деревянный фигасе туда-сюда нарабатывайте силу мне надоело нарабатывать силу как бы тренера были такие найти не хотели заинтересовать просто ходишь и ходишь не ходишь и пошел вон и изнуряющие тренировки и как я сейчас помню никакой не было идеологии то есть я вот работая и тренером например тоже я там было одно время я понимаю что самое самое важное в человеке создать мотивацию чтобы человек самомотивировался то есть сначала ты ему даешь старт нет некий такой импульс рассказываешь ему зачем почему тебе это нужно чего-то добьешься в жизни но там можно с разных сторон зайти и вот этим мало кто занимается в основном просто тренировки и все а зачем тебе это нужно да ты сам придумай а потом значит у меня был очень интересный и долгий достаточный период но относительно опять же долгие относительно того детства которые там два три месяца по год я ходил в разные секции а тут я попал на секцию бокс и это было просто что-то невероятное бокс мне очень понравился понравились тренировки бокса у нас там такая была сначала команда лайтовая мягенькая и тренер был такой ну так сказать дедушка нас особо не гонял и спарринги были достаточно мягкие хочешь пожалуйста не хочешь и не надо и в принципе такое как сказать группа здоровья она мне и понравилось а почему нет она была больше похоже на не тренировку бокса просто какое-то общее физическая подготовка ну в том числе и как бы там тебе поставят технику удара вот а потом пришел тренер который стал тренировать именно для соревнований он вот относился к вообще вот ко всем нам вот как к бойцовским собакам в прямом смысле слова для него там все были не люди я помню даже такой забавный момент а он очень любил тренировать так сказать не русских там я не знаю армян азербайджана и он считал что они более выносливые даже не в плане что у них там дыхалка выносливые а что они работоспособнее говорит русскому ничего не надо а вот вот они будут пахать почему-то им хочется там драться он так это объяснял и он как-то встречает меня это уже очень много лет прошло как я уже не занимался но все равно поддерживали отношения здоровались общались и он говорит прикинь я сейчас киргиза взял в тренирую киргиза там какого-то там мелкого там 17-летнего киргиза и это было очень похоже как будто если он называл какую-то значит там вот бультерьера там я взял его там тренирую его то есть он не имя его не сказал ничего не откуда парень ник а вот киргиза киргиза тренирует талян баронин земля ему пухом застрелили его тренер вот и боксом я настолько сильно увлекся вот этот дурацкий дурацкая моя черта я даже не знаю как как ее назвать то ли максимализм какой-то юношеский но она и сейчас во мне присутствует вот если я хочу какую-то вещь например да ну например вещи это касается чтобы проще было объяснить я ее хочу с такой силой что я вот спать не могу я вот просто просыпаюсь и у меня пульсирует в голове вот я помню хотел я мотоцикл suzuki be king и я когда вот узнал вообще что он такой существует а я жил спокойно у меня был yamaha fz1s ну литровый отлично все чаще надо я когда узнал что существует такой дорожник как suzuki be king я просто я все вот для меня уже ничего не существовало только эта цель получить этот бикинг и я очень быстро получил я быстро продал yamaha и купил бикинг опять я ушел хрен знает куда рассказываю про спорт вот и в чем минус вот этой вот сильной так сказать зацикленности когда ты чего-то очень сильно хочешь на самом деле как это люди называют целеустремленность она очень сильно переоценена потому что в ней как плюсы есть так и минусы и на мой взгляд сейчас минусов гораздо больше чем плюсов потому что я испортил себе вот конкретно здоровье при помощи вот этой самой целеустремленности и цель моя какая была она была расплывчатой я не хотел стать чемпионом мира или мастером спорта я просто хотел стать вот боксером каким-то очень быстрым сильно бьющим ну когда мне было 16 лет вряд ли я мог какую-то себе более конкретную цель в голове сложить это были 90-е годы там порой мне не хватало просто оплаты денег за за вот эти вот тренировки я помню там какая-то она была небольшая сумма но не было у родителей денег чтобы не вот так вот на виде занимайся я там порой у тренера просил чтобы дайте мне это в этот месяц ходить просто бесплатно иногда получалось мне разрешали вот значит я занимался этим боксом практически круглосуточно то есть я же хочу стать быстрым а значит должен все максимум на это потратить и утром у меня каждый день пробежка если я там например нет я в техникуме учился если у меня физра в техникуме она часто была то я всю физру там все кто чем занимается я там бегу или бой с тенью или прыгал к скакалка или там я помню даже перчатки приносил две пары и там избивал своих одногруппников но я больше как бы давал им себя ведь потому что я понимал что абсолютно абсолютно у нас неравные силы и умения так вот у меня начи начала болеть поясница поясница болит и что-то как-то непонятно что она у меня болит что вдруг она заболела но я походил там на какие-то массажи делают мне массажи массажистка я помню она говорит мне о тебе ни в коем случае нельзя там отдыхать вот мне врачи говорят тебе надо отдохнуть брось бокс ну в общем там годик ничем не занимайся чтобы у тебя там залечилось все как-то там зажило взросло я нет вы что это там вот мои ребята с которыми я занимаюсь они быстрее меня стану как я могу такое им позволить и в общем довел я себя вот через боль я занимался через сильную приходишь на тренировку больно размялся вроде размялся и вроде можно заниматься и довел я себя до такого момента помню что у меня прямо на тренировке отказали ноги я прямо рухнул как будто у меня ноги вопросы взяли и выключили они подо мной сложились ну они у меня включились через какое-то время то есть я домой пошел своими ногами но шел очень долго и я помню что это конечно для меня удар был потому что боксинге я еще помимо там вот тренировок технику я еще все свободное время есть свободно я беру у меня было ядро знаете толкательный я иду его там если это лето я иду на пляже его толкаю если это зима я где-то там а замерзший волки иду его швыряю хорошо кстати швырял я его помню на десять метров что ли ну так ногами отсчитывал ну то есть кого я не встречал никто дальше кинуть не мог и я понял что но как бы я не хотел боксом заниматься все уже уже дальше некуда потому что боли такие в пояснице у меня было однажды какой-то приступ непонятный я не мог три дня вообще встать просто дичайшие боли мне дико финаки никогда ничего не помогает мертвому припарка но я без спорта понял что я не могу если мне запретили боксом заниматься пойду-ка я значит в качалку у меня уже друг тогда ходил занимался я стал к нему приходить просто сижу с ним болтаю что там по под штангу лег пожал а для меня тогда когда я боксом занимался штанга была совершенно противопоказано ребят только если вы вот возьмете штангу в руки все на следующую тренировку вы там not на какие-то пять процентов вы медленнее становитесь и поэтому я штанги вообще в руки не брал ну то есть любые движения кроме вот всяких обычных сокращений похожих на работу железом толкание ядра конечно оборотом способствовало скорости хоть и железом и я стал замечать что я как-то прихожу болтаю с ним вроде жму каждый раз мне все легче легче жать я помню что я жал там под углом 40 килограмм потом смотрю у меня уже 40 легко потом мне уже 60 легко и 70 легко думаю вау да буду-ка я тоже к нему ходить прям просто по-настоящему заниматься конечно Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это было криво Это было с отбивом Это было точно так же криво и с отбивом Как я жал плохо и 120 Но 150 нахрен Просто взять и пожать Я не понимаю Даже сейчас я просто Механизм этого понять не могу Как сожрать месяц Прошло 10 дней Меня потом шибануло Я и набрал И округлился И залился водой Как положено Но Спустя вот это вот время Все И потом отката Уже не было такого То есть, как многие считают, что вот анаболики ты перестал принимать у тебя все обратно, нихрена не обратно. 140 я с тех пор всегда жал. Когда ты меня не возьми, я 140 всегда пожму. То есть, 150 уже нет, например, на сухую. Но сейчас я 150 на сухую пожму. Но сейчас мы дойдем еще до этого. В армии занимался я достаточно сильно, интенсивно. А что там еще делать? С ума сходишь от тоски по дому. Ну вот качаешься, жрешь, жрешь и качаешься. Я помню даже новый вот этот самый 2000 с 2000 на 2001. Я думаю, дай-ка приколюсь. Вот весь бой курантов под штангой в 100 килограмм буду лежать. Ну и что там это возможно? Потому что рота, как бы расположение, это комната, в которой ты живешь. И в ней же качалка. Я помню, что ли, я тогда заступил специально, что ли, в наряд. Да, да, дежурным по роте. И просто полежать по приколу под штангой. Ну так вот, для разнообразия. Пришел я, значит, домой. Два года, соответственно, служил. И я уже пришел. Все такой уже весь подготовленный спортсмен. Уже я хотел много сжать. Пошел в ту же качалку, вот эту вот, где мы с ребятами занимались. Конечно, она уже как-то показалась уже не то, уже слабенькая. Я там позанимался чуть-чуть и стал ездить в другую, где также я продолжил заниматься. Я там уже, помню, 200, я там 10, пожал. Также это жрал, соответственно, метан. Метанчик родной. И Амнадрен. Амнадрен 250. Тоже это все кололось. Все это проходило сквозь тренировки. Никак без этого, потому что уже кажется, что ты без химии. Абсолютно вообще. А какой смысл заниматься без химии? Ну какой, если ты там можешь такое? Я помню, что я, сидя из-за головы, ну, как бы с такой техникой, что я не достаю там до седьмого позвонка, но все-таки из-за головы сидя. Я 140 жал на 10, а 160 я жал на два повторения. Почему-то я жал именно из-за головы. Мне казалось, что вот так надо. Хотя сейчас понимаю, что очень травмоопасное упражнение. И стоило бы, конечно, жать с груди, сидя. Тоже выступал я на соревнованиях. И из-за спины я понял, что все-таки спина начала давать о себе все больше и больше. Она мне еще в армии стала давать поясницы. Я понял, что пауэрлифтинг я не смогу, потому что присед и становая. Присед особенно. Встану вы еще как-то так сяд, а присед совсем нет. И стал я тренироваться исключительно на жим лежа. Тогда еще я, значит, дружил, познакомился. Дружил, конечно, громко сказано, с Владимиром Кравцовым, с дядей Вовой, которого все жимовики мира знают как непревзойденного чемпиона. И он как-то меня воодушевил, типа, говорит, вот, ты можешь там далеко за 200 жать, уже бы давно жал. Тогда еще жали все в майках жимовых. Такое себе дело. Я сразу как-то к ним относился скептически. Что за херня? Вот ты жмешь, это тебя подталкивает, помогает. Она еще и стоит 5000. Я помню, купил эту майку. Инзерфеном. Оно у меня называлось. Ой, такая дрянь. Прорезала она мне вот здесь вот, вот здесь вот руки прорезала. Прям вот до крови прорезала каждый раз. Пожмешь до крови. И потом что-то я заметил, что вот она мне прорезает, а мне уже, представляете, и не больно. Вот такая вот фигня. Прям режет она меня, я снимаю, кровь идет, а мне не больно. Вот интересная штука. Реально не больно. Не то, что я терплю, а прям не чувствую. И в две, как бы апогей этого моего спорта был чемпионат Европы, который проходил в 2006 году в городе Тольятти по пауэрлифтингу и жиму лежа. Соответственно, даже помню там клуб Акробат, спортзал Акробат, так что ли, как-то он вот так вот назывался, большой такой. Я там выполнил мастера спорта, как бы уже поставил я точку, вот мастер спорта я, и немножко мне как бы стало там, я увидел по-другому весь этот спорт, потому что я там приехал туда, я сгонялся, хотел за 100 попасть. В итоге я, ну, в категорию до 100, в итоге я, представляете, встаю на веса, у меня 100 килограмм 300, 100 килограмм 600 грамм, 600. И все, меня в категорию до 110, а там все под 110, все 108-109 весят. Ну, конечно, там ни о каком месте даже речи не могло идти, потому что в моей категории там под 300 жали, помню, какие-то эти эстонцы, что ли. И я там со своими, там, не помню, 215, что ли, я там пожал как-то, еле-еле, а я еще не ел там два дня, ой, ужас, вообще не спал, ну, чтобы туда приехать, весь еще на мандраже. Короче, худо-бедно я этого мастера там сделал, даже вот, ах, мастер спорта России, все дела. Вот моя физия, стою я в, не знаю, надеюсь, не отсвечивает, в инзеровской футболочке, я купил ее там, купил ее там в 2006 году, эту футболочку. Ах, и до сих пор она у меня есть, до сих пор такого качества, ну, она уже вся истлела, но до сих пор живет, могу одеть, ходить и выглядит нормально, в принципе. Вот такое качество у шмоток было. Выступил я, значит, на этих самых соревнованиях, увидел груды, просто груды, медали лежащих, кубков, которые вот лежат и ожидают каких-то своих обладателей, которые пожмут и поднимут супер веса. Знаете, мне так в тот момент, так стало тоскливо на душе, я понял, что вот те вот ребята, вот я знаю, вон те, они жмут там под 300, они жали. И я думаю, и вот это вот, и я сейчас буду пахать еще там сколько-то лет, дойду я там до этих под 300, дойду. И вот просто я буду с ними так же вместе, так же здесь, где-то там вот на каких-то соревнованиях. И просто я получу вот медаль, и у них там будет, у меня сейчас там медаль, грубо говоря, 3 написано там место, там третье, да. А у него там будет первое, и там кубок какой-то будет. И вот за это надо просто в порошок стереть свое здоровье, в порошок. Ты должен вообще ничего от себя не оставить, потому что если ты что-то от себя оставил, то это означает, что ты мог больше поднять, мог больше сделать, но ты этого не сделал. Вот. Спорт такой соревновательный, он представляет из себя полное уничтожение организма. И ты должен думать только о результате. Все остальное вообще не важно, ты должен только пахать и видеть какой-то вот пьедестал, на который ты восходишь, и какие-то жидкие аплодисменты, потому что никто этим спортом не интересуется. Это вот сейчас там Сарыча, всякие федерации появились. Полная херня. Никому это не интересно. Потому что по большому счету на все эти соревнования смотреть ходят сами спортсмены. Я тогда разочаровался, конечно, я получил мастера спорта, но мне уже было неинтересно. Вот как бабка, знаете, отшептала. Мне показалось, что это какое-то ребячество, что я вот пытаюсь кому-то что-то доказать, жопу порвать. Может быть, я также бы и дальше химичил, дубасился бы этими анаболиками. И сейчас бы ничего этого не записывал, если бы я в 2007 году не разбился хорошенечко на мотоцикле. У меня есть об этом на канале ролик. И вот когда я разбился, тогда уже, так сказать, здоровье немножко пошатнулось. Я полностью выбыл на год из тренировочного режима, потому что я не мог не то что там что-то поднять. Вообще вот хорошо, если могу ходить там гулять. Через, да нет, даже года не прошло, наверное, не прошло. Я пришел уже в спортзал и давай заново пахать. Но уже я понял, что я уже не тот, не в плане там силы я какой-то не тот, что я утратил. А я утратил вот это вот рвение. Оно, ну, перестало меня, что ли, так этот спорт интересовать. Я на него смотрел, знаете, как мешок картошки. И нести тяжело, и бросить жалко. Потому что уже столько лет вроде на него потрачено, такая сила, опыт накоплен. И ничего не охота. И ничего не охота. Я вот занимаюсь. И это, то есть я разбабахался на мотоцикле в 2007 году. Ну, там, грубо говоря, в 2008-м, 2009-м я начал там восстанавливаться, заниматься. Уже я нигде не выступал и не хотел выступать. И понимал, что мне эти соревнования неинтересны в принципе. Вот даже вот сейчас возьми какая-нибудь фея, вот так вот махни палочкой и скажи. Ты жмешь больше всех в мире там, я не знаю, тонну ты жмешь. Вот тонну прям. Ребят, не буду мелочиться. Тонну жму без майки, все, без экипировки. И неинтересно. Неинтересно абсолютно. Потому что я так вот подумал, ну и что я вот жму тонну? Это же вот по сути просто я беру и перемещаю вот какой-то груз. Какая вот в этом великая заслуга? В чем великость этого? Ну, в чем? То, что вот я могу, а остальные не могут. Ах, вы все, я спьедестала с первого места. Это же самая высокая ступенька. Смотрю на вас сверху вниз, я такой молодец. Мне кажется, такое это ребячество, такое детство, инфантильность какая-то. Инфантильность это. Потому что если представить какого-то человека интеллектуально и духовно развитого, да разве он захочет сверху вниз смотреть? Вот посмотрите, я какая мощь, а вы, я вас всех победил, я сильнее всех в мире. И вот как-то вот с этими мыслями я и живу по сей день. Мне, если честно, даже вот в спортзал ходить, просто заниматься сложно себя смотивировать. Просто я чем сейчас мотивирую? Тем, что, ну, организм стареет. Я там, разумеется, дреблею, слабею. И вот чтобы это все поддерживать, чтобы как-то вот себя чувствовать таким вот плотным, крепким, я хожу и занимаюсь. Но я не занимаюсь ради того, чтобы кого-то победить, кого-то там обскакать. Просто вот сейчас хочется, например, нравиться женщинам. И ты понимаешь, что ты будешь, ну, чуть-чуть больше нравиться, если ты не только интересный собеседник, а если у тебя еще и хорошее тело, да? Вы же никто тут, ханжи меня не смотрят, и все знают, что женщины любят хорошее тело. И также мужчины, они тоже любят женское хорошее тело, когда у нее все красиво, и ее приятно просто вот рукой погладить, коснуться. Я сейчас пытаюсь себя мотивировать вот такими вещами. Простыми, просто вот, ну, как бы форма. Не то, что там бодибилдинг или там стать, как-то там пропорции. Нет, просто немножечко держать себя. Также я вот придумал, значит, также в виде какой-то одной из прослой к этой мотивации, я придумал заниматься силой предплечья, хват, там, пальцы. Я в своей тренировке стараюсь каждый раз включать какие-то движения, которые именно касаются вот кисти. Да не для того, чтобы там кого-то за горло, за печень хватать, а просто вот потому, что ты идешь в спортзал, и я иду в спортзал уже 21 год подряд. Ну, если не считать тот год, когда я на мотоцикле разбился. И просто уже вот как ты там не меняешь свои тренировки, но все равно, по сути, ты делаешь одно и то же. Суть одна. Ты поднимаешь, опускаешь. Как ты там не изгаляйся. Все равно ты просто поднимаешь и опускаешь железо. Напрягаешь, расслабляешь мышцы там. Вот, и это уже все 10 раз очертело. И я вот думаю, ну, что бы еще придумать. Вот, придумал по поводу вот этих вот кистей. Если бы, например, поясница мне позволяла, я, может быть, ну, там, какой-то вот, может быть, на выносливость, что-то кроссфитовское придумал для себя. Или там тот же бокс. Пускай даже не соревнования, но хотя бы просто, может быть, лапы. Или по мешку долбить. Может, какие-то спарринги. Ну, почему нет? Ну, вот, то есть у меня поясница сейчас болит. Все, с каждым годом сильнее и сильнее. Не знаю, почему это там приведет в итоге. Дел я вот МРТ, нашли там протрузию. Но это все херня. У меня болит не протрузию. У меня болит неведомая хрень. А неведомая хрень какая? Такая, что берут мои снимки, это мне было, когда, вот, 17 лет, когда я боксом во всю прыть занимался, берут эти самые снимки, врачи смотрят и такие, я прям помню их выражение лица такое удивленное. О, у тебя там вот, видишь, вот там беленькая точка, это остеохондроз. Вообще, у тебя его как бы не может быть в таком возрасте, тем более, что ты такой подвижный. Ну, вот, там бывает у неподвижных, когда сидит много, а у тебя вот остеохондроз. И они мне, типа, говорят, ты вообще ходи меньше, там уже о беге и речи нет, тебе бы вот покой, покой. Вот так вот они мне говорят, я че, какой покой, пошли нахрен. Ну, вот так вот. И они мне тогда как бы объясняли, что мы не поймем вообще, а че с тобой происходит, че у тебя так, почему болит, когда не должно, в принципе, болеть и вообще откуда это берется. Не знаю, не знаю из-за чего, может быть, обмен веществ, может, какой-то там внутренний орган, что-то там перегиб. Вы же знаете, у нас организм, он настолько сбалансирован, что чуть-чуть малейший дисбаланс, и у тебя может вылезти заболевание вообще вот в том месте, где ты его абсолютно не ждешь. Как вот, я все думал, может быть, это из-за того, что я после каждой тренировки, я выпивал полторашку боржоми. Шел я, помню, там ларек был, я боржоми покупал и шел с тренировки пил. Потому что Толян Баронин, наш тренер, он говорил, что, типа, вот я пью боржоми и нам всем. Ну, мне в том числе хотелось на него быть похожим, какое-то подражание было. Такой парень был очень такой жиганистый. В 90-е годы он там бандитом, золотая цепь, там тачки, все такое, все такое вокруг него было. Очень как вот в песнях Михаила Круга. Все очень круто было, интересно. И хотелось, конечно, пацанам мелким, там, 16-17 лет, хотелось тоже вот этой романтики, тоже хотелось на BMW ездить. Тоже хотелось быть бандитами. Вот так. Ну, там вот сейчас параллельно с, как бы, это я не считаю за спорт, всякие там велики, электровелик, обычный велик. Там на мотоциклах я тоже там гонял, тоже это, естественно, никакой не спорт, это развлечение. Опять ролик у меня уже длиннющий стал. Ну, а как такую тему быстро вот взять и рассказать ее за 10 минут, которые вот YouTube любит, чтобы там ролики были 10-минутные. Ну, каким образом я это расскажу, когда мне нужно рассказать такую достаточно объемную часть жизни. И я вот уверен сейчас, я закончу, буду монтировать и подумать, что вот надо было и это рассказать, надо было и это добавить. Вот как я хочу резюмировать, как и чем, все-таки надо же какое-то подвести. Опыт у меня в спорте уже достаточно большой, как бы просто тренировок, да и, как я говорю, я и тренером работал там в 2005-2006 году. В принципе, мне очень это нравилось. И резюме такое по поводу спорта. Я бы, например, рекомендовал всем заниматься спортом, но не соревновательным. Потому что любой соревновательный спорт это износ организма, как вы знаете. Любые достижения, они идут за счет превозмогания своих заложенных природой каких-то резервов, каких-то границ. Ты должен вот просто выдавить из себя все и показать это в нужный момент. Это бывает, происходит один раз, и ты потом всю жизнь жалеешь о том, что ты подводился к этим соревнованиям. Физкультура, физическая культура тела, вот и не более. И нечего, и нечего там вот кривить душой, говорить, что надо быть целеустремленным, надо куда-то там стремиться. Потому что эти все понятия, все абсолютно, они, они связаны с агрессией, ребята. Только агрессия. Потому что если в нас исключить агрессию, тогда не захотим мы побеждать никого. Нам будет все равно, кто первый на пьедестале, кто второй, а кто там двадцать пятый. Только агрессия нас, злость спортивная, как вы знаете, такое есть понятие, она нас заставляет. И эту злость спортивную в нас развивают очень тщательно. Я вот такой моментик хочу все-таки рассказать. Я помню, я хотел вообще отдельный ролик, если честно, по этому поводу снять. Но я помню такой свой, можно сказать, первый опыт, когда я понял, что при помощи вот легких каких-то соревнований в человеке воспитывается агрессия и чувство, чувство, знаете, какое, вот, ну, борьбы со всеми. Я противостою всем. Это были какие-то веселые старты. Советская же школа, может быть, первый или второй класс. И надо было что-то там бежать, оббежать и вернуться, что-то вот какая-то вот эстафета. И все, все друзья, все ребята, один наш класс, один единый. И нас вот бьют пополам, вот так вот, на две команды. И я просто помню это чувство внутреннее. Я очень хорошо свое детство помню, свои ощущения. Это чувство было такое, что, а-а-а, а вот тот вот, который только что был моим другом, вот только что вот моим товарищем, вот прям вот. И когда нас поделили, вот раз и в разные команды. И он уже стал моим соперником. Я уже помню, что у меня к нему была такая, ну как сказать, ну не злость, а вот что-то вот рядом с этим. Такое, а-а-а, вот я сейчас обгоню, вот так вот буду действовать, вот сильнее я буду, вот так вот. В нас это воспитывают, в нас это культивируют с детских лет. Ребеночку раз, идею, и внедрили. Вот этими веселыми стартами, безобидными, да, детишки туда-сюда, туда-сюда бегают. А мальчику раз, и внедрили дух соперничества. И всю оставшуюся жизнь он соперничает со всеми вокруг, понимаете? Со всеми, всех хочет подавить. Вот почему у нас такое общество, и оно в основном из злых людей. Потому что в нас есть дух соперничества. Соперничество это ты когда хочешь подавить другого, когда ты хочешь над ним доминировать. Если бы не было доминирования, то не было бы никакого соперничества, и не было пьедестала бы, на которых бы там кого-то вверх поставят, а кого-то и не поставят совсем. А вот кто наверх, тот молодец. Вот это и есть соперничество. И мне кажется, что пока в нас есть соперничество друг с другом, мы никогда не будем здоровым обществом. Потому что здоровое общество, оно не может состоять из людей, которые друг к другу, внутри себя относятся, через какой-то вот элемент соперничества. Мы должны, если мы здоровое общество, мы должны друг друга любить и уважать. Вот именно, любить и уважать всех вокруг. Если мы на секундочку, опять же, представим, что весь мир стал таким, и все друг друга любят и уважают, тогда мы будем, наверное, тогда мы будем жить в раю.